В этом видео я покажу, как можно удобно организовать учет всей заморозки, которая у вас хранится в морозилке. И я покажу про сезонную заморозку, то есть овощи, зелени, грибы, фрукты и ягоды. В табличке уже внесены все необходимые формулы, и вам не нужно их придумывать. Единственное, что вам нужно запомнить, это дата заморозки. Остальные все даты хранения здесь уже находятся. Вот видите, сроки хранения в месяцах. Ну, например, у вас в морозилке хранится кабачок. И, предположим, вы замораживали 10 июля 2022 года. Вы вводите и смотрите, вам табличка зеленым цветом подсветила количество дней, которые вы еще можете хранить. То есть в пределах допустимого срока. И сразу зелененьким подсветила. А если вы нашли, например, кабачки, которые в прошлом году этой же датой замораживали. О, смотрите, табличка написала, что на 6 дней уже просрочена такая заморозка. Но ее, конечно, лучше не использовать. А, предположим, у вас такая заморозка. Вы ее заморозили тоже в июле прошлого года, но чуть-чуть пораньше. И табличка желтеньким подсветила. И написала, что вот в течение 4 дней обязательно нужно помидоры включить в меню замороженное. Иначе срок хранения уже подходит к концу. И лучше заморозку это использовать сейчас. И вот точно так вы все-все даты здесь представляете. Можно в эту табличку добавлять любые свои фрукты, овощи, ягоды, любые другие продукты. Здесь ставить срок хранения, продлевать формулы. И у вас будет в одном месте, на одной такой доске, таблице все, что вы храните. Это очень удобно. Вам не надо каждый раз смотреть в морозилку. Вспоминать, что у вас там заморожено, когда заморожено. Вот в общем для любителей автоматизации табличек. Нюанс такой. Значит, я вот эту ссылку оставлю для подписчиков платной рассылки, чтобы вы могли скачать таблицу. Когда вы перейдете по ссылке, вы не сможете там редактировать. Вам нужно сначала скачать эту табличку, а потом уже там, где вы скачали, на своем телефоне или компьютере, вы можете уже вводить любые формы. Еще один момент. Вводите через слэш. Видите, вот здесь я подсветила. Не через точку, а именно через слэш, тогда табличка просто в таком формате хорошо понимает, что от нее требуется. И тоже такой важный нюанс, как с ней работать. У вас должен быть аккаунт в Gmail, то есть на Google, потому что таблица находится в Google документах. И чтобы вы работали, чтобы вам было удобно, аккаунт на Google, этого будет достаточно для того, чтобы скачать табличку и прямо в ней что-то делать. Если вам неудобно Google документы, тогда скачивайте, переводите в Excel. Вдруг кому-то по старинке удобнее в Excel. Вот такая табличка. Пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, будет удобно. Продолжение следует...